Девушки отдыхают Я веду их уже много лет Я не понаслышке знаком с различными видами самообороны, в том числе с применением ножа Так вот, для тех, кто рассматривает нож как оружие самообороны, я замечу, что есть достаточно много факторов, которые по-хорошему остановили бы человека от самообороны именно с ножом Во-первых, замечу, что по законодательству у нас позволительно носить очень много различных средств самообороны Можно открыть закон об оружии и почитать статью 3 Если коротко, то там для самообороны перечислено огнестрельное, гладкоствольное, длинноствольное, огнестрельное ограниченного поражения, газовое оружие, электрошоковые устройства, исковые разрядники отечественного производства Понятно, что многие трактуют закон в свою пользу, что не запрещено, то разрешено Так как многие люди, которые носят нож, еще и рассчитывают на статью 37 Уголовного кодекса Российской Федерации, это необходимая оборона И статью 39, крайняя необходимость Но, зная правоприменительную практику, самообороняющийся, который воспользовался ножом, тем более если он воспользовался успешно, он превращается в подсудимого Важно не то, как вы трактуете закон, а важно то, как трактуют закон органы власти, в частности суда И ответственность может наступить из-за ряда обстоятельств Конечно, каждый случай индивидуален Однако, в общем, применив нож, самообороняющийся чаще всего становится подсудимым Ведь грань обороны очень тонка Носить нож для самообороны, считаю, не совсем правильно, еще и по иным причинам Потому что нож обладает останавливающим действием, когда противник получает тяжкие повреждения, либо летальный исход В остальных случаях у ножа нет останавливающего действия То есть случаи, когда вы достали нож и противник испугался, смешны Потому что с таким противником можно решить конфликт просто разговором, в крайнем случае небольшим физическим воздействием А многие нападающие в состоянии ярости, адреналина, может быть наркотического или алкогольного опьянения Совершенно не испугаются ножа Более того, причем если вы достали нож, то вам придется его применять в такой ситуации Иначе вы рискуете тем, что нож обернется против вас Так вот сказки про то, что можно подрезать сухожилия, разрезать кожу на лбу, чтобы кровь заливала глаза Это все байки, которые развеиваются легко и просто на практике Я вам советую попробовать сделать это в зале хотя бы раз Практика это и есть критерий истины И успешная самооборона с ножом, я убежден, это разряда из близкой такой к фантастике Не надо только путать, что оборониться ножом возможно Однако это скорее всего самообороной признано не будет А квалифицируется ситуация, как нанесение человеку, например, тяжких телесных повреждений или даже летальный исход Причем нет гарантии, что человек получит травмы, внутренние кровоизлияния Или от большой кровопотери не умрет через 10 минут или через полчаса Совершенно нет гарантии, что за это время он не успеет проломить человеку с ножом череп, попавшимся под руку кирпичом В сети полно случаев, где человека сначала режут, потом порезанный человек самообороняется Наносит травмы тому, кто с ножом, а потом умирает от полученных травм сам Более того, я против ножевого боя, как самообороны Замечу, что я не против его как вида спорта Пожалуйста, именно как самообороны против Потому как, во-первых, это всегда тяжкие травмы или смертельный исход для одного и уголовная ответственность для другого Во-вторых, если же вы ходите с ножом по улице в руке, то может быть у вас все успешно и получится Но многие ли ходят с ножом в руке по улице? Если ситуации обычного конфликта, решайте ее без ножа А вот если на вас внезапно нападают, да еще и с ножом То у вас есть доля секунды для того, чтобы спасти себя И доставать нож из кармана или ножен просто нет времени В-третьих, самое главное, иметь навыки боевых искусств Потому что дуэль на ножах это всего лишь один из случаев А в жизни бывают очень разные ситуации Например, нападающий может быть с пистолетом, с дубинкой Или может быть их несколько Далеко не всегда, на мой взгляд, применим именно ножевой бой Ну, снова, как бы к закону Нападающий может быть вообще безоружен Просто иметь физическую подготовку, напасть на вас, например И если потом вы сможете достать нож И вы сразу попадаете под превышение пределов самообороны В-четвертых, есть места, где с ножом просто не пройти У нас сейчас очень много рамок и всего прочего Человек, имеющий навыки боевых искусств, чувствует себя уверенно всегда и везде А человек, полагающийся только на нож Он, лишившись его, будет как себя ощущать? Вы сами подумайте Подводя итог, я замечу, что ситуации самообороны от реальной угрозы Это на самом деле редкость Миллионы людей проживают всю жизнь, доживают до старости Не носят с собой оружие и прекрасно себя чувствуют Руководствуясь именно здравым смыслом Можно еще уменьшить такие шансы, если не водиться с плохими компаниями Не пребывать в неблагоприятных местах и в неблагоприятное время Всегда, в принципе, есть альтернатива на ажу Это занятия единоборствами, газовый баллончик Вообще, перемещаясь на автомобиле, проблем с гоп-стопом становится в разы меньше Если у вас нет своего автомобиля, воспользуйтесь такси Если очень необходимо переместиться по какому-то неблагоприятному району в позднее время Также, если вы попали в неприятную ситуацию Оказались где-то в неблагополучной компании Понимаете, что назревает конфликт Постарайтесь не развивать его В большинстве случаев грамотный диалог Уменьшает, а то и снимает проблемы полностью Успешное применение оружия для отражения атаки Если все-таки до этого дошло Зависит от ряда различных факторов И в основном от умения обращаться с оружием, которое носите Зачастую, такие навыки есть не у всех От того, как я уже сказал выше Обороняющийся создаст для себя угрозу еще больше И его орудие самообороны превращает его в нападающего Ответственность, которую определяет уголовный кодекс Тренируйтесь, можете заниматься и ножевым боем Выбор ваш И это лучше, чем вечерами лежать на диване Однако мысли о самообороне с ножом лучше оставить Носите нож, но для мирных целей И пользуйтесь ножом как инструментом И не надо мне рассказывать сказки, что если противник 2 метра ростом, 120 весом То нужен только нож, чтобы себя защитить Для начала нужно не доводить конфликт Далее нужны навыки боевых искусств, чтобы в случае чего справиться Вы будете увереннее в себе, и агрессор это почувствует В большинстве случаев отказавшись от нападения сам Никто не хочет получать Даже если человек думает, что справится, но понимает, что получит жесткий отпор Немногие нападут Нужно очень веское на то основание В подавляющем большинстве случаев, где человек применяет нож Можно обойтись, например, газовым баллончиком Который имеет куда больше останавливающее действие Практически нулевое летальное действие Стоит в разы дешевле, чем в принципе любой нож Применяется по большому счету Приментивно То есть даже до того, как ситуация дошла до какой-то критической стадии До того, как на вас непосредственно применили физическую силу и так далее То есть когда просто назревает конфликт В некоторых ситуациях уже можно применить баллончик Ответственность, потому что за его применение минимальна Как правило, ее вообще нет Выводы делайте сами Я за вас не решаю Но это мое мнение, мой выбор Я надеюсь, что некоторым из посмотревших видео оно было полезно Спасибо за то, что смотрите мой канал Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!